Забавная вещь. Цены на автомобили растут, а за ними растут и скидки. Но есть дилеры, которые хитрят и про скидки вам не сообщают. Так вот, чтобы узнать, у какого дилера скидка 10 тысяч, а у какого 100 тысяч рублей, на один и тот же автомобиль и существует сайт autospot.ru. Тут все предложения только от официальных дилеров о скидке, все видны сразу. Достаточно нажать кнопку «Сниженная цена» и раскрываются условия, за что дилеры готовы скинуть. Причем, как вы заметили, скидки за покупку наличными тоже встречаются и нередко. А для того, чтобы машину забронировать, достаточно оставить заявку в два клика, согласитесь, удобно. Если скидок нет в вашем городе, не беда, вбейте соседний, ведь за разницу в 100 тысяч можно изгонять к соседям. Поэтому переходите на autospot.ru по ссылке в описании и покупайте машину дешевле. Ну а мы продолжаем. Нет ничего более постоянного, чем временное. Все же знают эту поговорку. В СССР тоже знали, но постоянно забывали. Примеров тому много. Ну а мы про автобус. Да, этот автобус создавался как временное решение. ЗИЗ-155 стал промежуточным и, как я говорил, временным решением. Один автобус ЗИЗ-154 уходил на покой. Причем уходил он не потому, что устарел, а потому, что опередил свое время. С одной стороны, слишком прогрессивный был по конструкции, с другой — слишком сырым. Ну кто сегодня еще не слышал о гибридных автомобилях? Ну оказывается, в СССР в 1946 году были созданы дизельно-электрические автобусы ЗИЗ-154. Давайте узнаем, что же это за чудо техники такое. За спинками задних сидений размещается силовая установка — дизель-генератор. В баре с ярославским дизелем на ЗИЗах работал генератор постоянного тока. Запускаю двигатель, и на этом все автобусное в этом ЗИЗе заканчивается. Педали две, как у троллейбуса. Реверс-электор двигателя производится переключателем. Данный экземпляр в долгие десятилетия служил сараем на подмосковной даче. Да, мы с ним из прошлого. Шумность, дымность и замороченность конструкции приговорили 154-й. 155-й — это, по сути, упрощенная конструкция современного на тот момент автобуса. И да, новая машина еще проектировалась. Я про ЗИЗ-158. В Советском Союзе было принято приурочивать значимые события к не менее значимым датам. Вот и выпуск автобуса ЛИАЗ-158 подгадали к 21-му съезду ЦК КПСС. Да ты достал уже! Автобус ЗИЗ-155 пошел в серию в 1949 году. Наладили производство очень быстро, так как уже упоминалось, что основа всего предыдущий автобус. Условно новую машину производил завод имени Сталина — ЗИЗ. А ЗИЗ когда-то был Рено Ама. Одно из старейших автомобилестроительных предприятий Российской империи, а потом и СССР. Надеюсь, вы поняли, про какой завод идет речь. Автобус в вагонной компоновке. Другого и лучшего решения нет и сегодня. И если когда-нибудь автобусы полетят, они тоже будут в вагонной компоновке. И, скорее всего, будут как ЗИЗ. Потому что тут кузов несущий. На минуточку. А теперь магия. Магнитик. Смотрим внимательно. Пошли дальше. Алюминиевая основа автобуса. Тут рама не рама. Если мы понимаем то, что рама часть там, часть над колесами проходит и в передней части моторного отсека. То есть лонжеронной рамы у кузова нет. Это приводило к тому, что через 4-5 лет автобус просто ломался пополам. Его чинили. И машины корпуса автобуса хватало еще годика на два. А потом в утиль. Алюминий. Везде алюминий. Вернее, не алюминий, а дюралюминий. Если рассматривать скелет машины, вы не найдете раму как таковую. Профили, склепанные в конструкцию. Установленные под нужными углами. Они больше напоминают миниатюрные пролеты мостов. И именно они образуют нижнюю часть. И уже оттуда, вверх, уходят шпангоуты стоек, образующих стены. Шпангоуты смыкаются под сводом крыши, образуя купол. Ну, вот так я решил описать каркас автобуса. Обычный алюминиевый каркас, который собирался на клепках и болтах. Кстати, алюминиевые листы тоже приклепывались на клепках. Правда, только на бортах. Спереди и на корме, а также на крыше – это сталь. Именно благодаря тонкому металлу создавалась такая причудливо-изящная форма кузова. Эта форма не родилась на пустом месте. Увы, она не родилась под пером советских художников. Напомню, что с 30-х годов прошлого века мировыми автомобильными трендами управляла Америка. Забейте в поисковик «Еллокоч», простите мой английский, и все сразу поймете. Самая яркая и выдающаяся деталь – это составное лобовое стекло с монументальными стойками и огромной надгробной дугой. Зачем такой изысканный штрих? Я не знаю. Сверху обязательно окошки с табличками, где написан маршрут, а поверх крыши – разноцветные указатели маршрута. Они состоят из трех фонарей – всевозможных цветов – красный, оранжевый, зеленый и синий. Различными комбинациями четырех цветов на трех фонарях можно было обозначить достаточно большое количество маршрутов. В темное время их видно раньше, чем можно было прочитать маршрут. А это эмблема, которую в народе прозвали «селедкой». На ней изображен дворец Советов, который хотели построить на месте храма Христа Спасителя и красный советский флаг со звездой. Так, эту дверку вам никто никогда не откроет. А я покажу. Радиатор, доступ к двигателю. Видите, насколько смещен? Ноги водителя. Реле. Вентиляция салона, который открывает, естественно, с места водителя, чтобы ножки в жару обдувало. Ну и педальный узел. Механизм. Видно. Как и кулис с переключением передачи. Длина самого вагона 8 метров с небольшим. Он, короче, прародителя. Тот был на полтора метра длиннее. И тому есть объяснение, но чуть позже про это. По левому борту идут полноценных 7 окон, и они открываются. По правому — 5. Вход-выход осуществляется через двери гармошки. Очень узкие. Чем не нравился автобус? Очень высокие ступеньки — это раз. И очень узкие двери — это два. Ширина дверного проема 720 миллиметров. И попадая в салон, чуть-чуть высота потолка не дотягивает до двух метров. А представляете, если автобус подпрыгнет на кочки? Зато в салоне светло. На крыше с двух сторон идут овальные иллюминаторы. Поручни, есть салонное освещение, люков только нет. Вентиляция через поднятые окна и вентиляционные отверстия. Мягкие сиденья рассчитаны на 28 человек, а всего по паспорту могут поместиться 50 пассажиров. А вообще сидушки удобные, если недолго ехать. Окошки открываются. Очень удобно. Все отделано хромированным металлом. Картоном и покрашено. Примитивно. Но вы учтите, что недавно закончилась Великая Отечественная война. И по тем временам сказка. Пол в автобусе фанерный. Фанера толщиной 15 миллиметров и пропитана для придания ей водоустойчивости специальным смолистым составом. Ну а сверху наклеен резиновый ковер. Кстати, зимой в салоне было относительно тепло, но только спереди. Тут установлены три жидкостных печки, подключенных последовательно. Значит, самое последнее еле теплое. ЗИЗ-155 стал одним из первых советских автобусов, на которые устанавливали амортизаторы на задний мост. Они были рычажные. И задний свеск немаленький. 2700 миллиметров. Задний мост держит кузов рессорами. Сам мост литой чугунный. Спереди все так же привычно. Двутавровая в сечении кованая балка. Рессор-амортизатор рычажного типа шкворни. Особенно нечего рассказывать. Грузовик как есть. У водителя свой вход. Вернее, в гнездо, в которое надо изящно заскочить. Вот кто так ступеньки делает? Просто, просто уголочек скользкий. Просто скользкий уголочек. Без дырочки под ножку. С непривычки сложновато. Хотя дверной проем, посмотрите, какой широкий. Хотя, казалось бы. Да это же роскошь какая-то. Просто иномарка. Наверное, именно так думали советские водители, попадая за руль автобуса после грузовиков ЗИС-5 и полуторок. И тут я понял, зачем нужна надбровная дуга. Сверху, вот рычажок, это притяжная вентиляция для обдува, так сказать, кабины. Если бы они стояли прямо, то в них бы попадала вода. А тут, знаете ли, не закидывает. Часики. Поведовские. Вентиляция на крыше. Подсветка салона. Место-то сколько. Ух! Ну, во-первых, тут очень просторно в плечах. Во-вторых, светло. А в-третьих, сиденье мягкое и регулируется в трех плоскостях. Приборов минимум, так как контролировать-то особо нечего. Примитивно и надежно. Так, по органам управления все просто. Спидометр, давление в тормозной системе, амперметр, контрольные лампочки с русскими буковками, включение все вытяжными щелкунчиками. С правой стороны явная добавка температуры воды, потому что мы же знаем. И еще давление чего-то. 78-й год. Не знаю. Ну, все. Короче, хоре. Тащи. Мотор справа. Это самое главное отличие 155-го от 154-го. Там силовая установка находилась в корме. Тут же пошли по простому примитивному пути. Но, если посмотрите, мотор стоит с довольно сильным смещением вправо и наискосок. И кардан к мосту проходит наискосок. Тут устанавливается шестицилиндровый карбюраторный двигатель ЗИС-124, который является, по сути, видоизмененным мотором грузового автомобиля ЗИС-150. Он рядный нижнеклапанный, шестицилиндровый, рабочим объемом чуть более пяти с половиной литров. Его мощность — 95 лошадиных сил при 2800 оборотах в минуту. КОНЕЦ Сразу хочется отметить шумность и загазованность на рабочем месте. При этом тут вполне просторно и комфортно. А вы представляете, я уже это говорил, водители садились на эти автобусы после грузовиков ЗИС-5 и полуторых. Иномарка. Максимальная скорость, на которую способен автобус при максимальной загрузке, а это 9 с лишним тонн, 65 км в час. Но рекомендовалось не быстрее 50 в час, и это была хорошая скорость для городского автобуса. И чтобы добраться до заветных 50, нужно очень постараться. Пятиступка с короткими передачами, с двойным выжимом — это, наверное, самое утомительное в автобусе. Контрольный расход топлива на ровном участке при скорости 50 в час составлял 33 литра на 100 км, 66-го бензина. В реальности же топливо просто вылетало в трубу, и бака на 150 литров хватало не сильно надолго. Тормозной путь, а тормоза тут воздушные, очень резкие, дерзкие. Так вот, с 50 км в час — 13 метров. И, наверное, к ним можно приноровиться, и, скорее всего, они хорошие для неспешного передвижения по городу. Правда, город должен был быть тот. В смысле, быть тот. В 60-х годах. На протяжении 50-х годов ЗИЗ-155 был основным городским автобусом СССР. Всего было выпущено 21 741 автобус. Машина трудилась в крупных городах Союза, а некоторые даже использовались на пригородных маршрутах. В 1957 году, когда в серию пошел ЗИЛ-158, он был длиннее, комфортнее, но, по сути, оставался тем же ЗИЗом. Ну вот, приноровился я, и очень даже песенно кубатура радует. Не знаю, говорил я, в смысле не помню, говорил ли я, что здесь нет обогревателя салона, ну, водительского салона вообще. Вот как хочешь, так и выживай. Ну, наверное, горячий воздух от двигателя вместе с пылью и шумом сюда проникает. Так-то машина новая, еще ничего не пахнет. Вот, видите, пыли нету, но управлять одно удовольствие. Широченный руль, до края которого приходится буквально тянуться. Ну и бежит, зараза ведь, бежит. Ну вот мы и в салоне, шумно, тряска, кричать приходится. И прокричу, пассажир автотранс, первый автобусный парк, спасибо. Эти машины живут в музее, они прекрасные. Ну и охота продолжается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Редактор субтитров А.Семкин